Эту войну невозможно выиграть, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, призвав к немедленным переговорам о прекращении боевых действий на Украине. Гутерреш напомнил, что месяц назад Российская Федерация приступила к массированному вторжению на суверенную территорию Украины, нарушая устав ООН. По данным организации, из-за войны свои дома покинули более 10 миллионов человек. ООН подтвердила гибель 953 мирных жителей, отметив, что число реальных жертв может быть гораздо выше. «Продолжение войны на Украине морально неприемлемо, политически неоправдано и бессмысленно с военной точки зрения. То, что я сказал с этой трибуны почти месяц назад, сегодня должно стать еще более очевидным. Пора прекратить военные действия и дать миру шанс. Пора покончить с этой абсурдной войной», сказал Антонио Гутерреш. Помимо человеческих жертв, война нарушила консенсус в области глобальной безопасности после окончания холодной войны, поставив под угрозу глобальные поставки основных сельскохозяйственных культур. Евросоюз намерен сократить закупки российских энергоресурсов, от которых полностью отказаться пока не может. Но вопрос эмбарго, по крайней мере нефтяного, поднимается все чаще. «Позиция Европарламента с самого начала была предельно ясной. Мы должны полностью избавиться от зависимости от России. Это должно быть нашей конечной целью. Мы должны покупать энергию друзей, а не врагов. Ведь косвенно мы финансируем эту войну». Особняком среди стран НАТО стоит Турция, которая, хотя и раскритиковала вторжение России на Украину как неприемлемое, но не ввела санкции против РФ. Анкара поддерживает тесные отношения как с Москвой, так и с Киевом и предлагает себя в качестве посредника между двумя сторонами. «Конечно, мы бы хотели, чтобы Турция ввела санкции, но я думаю, что мы также должны быть довольны тем фактом, что Турция сейчас играет дипломатическую руководящую роль в попытке положить конец войне», заявил побывавший в Ангаре во вторник премьер-министр Нидерландов.